Сердце властно зовет сюда, к Ленину. Зовет поколение за поколением. Ленин. Он указал миллионам путь к счастью. И не верилось. Разум отказывался постичь свершившееся. Будто он унес из мира все тепло. Лютая январская стужа, а на сердце еще холоднее. Осиротел мир, горе заговорило на всех языках. Ленин. Нашим матором Ленин. И ты, и ты. Неодолимо тяжесть этих минут. И как хотелось хотя бы минуту, еще минуту побыть с Лениным. Шли миллионы. Но у Ильича было много больше друзей. Города и села, аулы и кишлаки просили, требовали задержать, отложить похороны. Люди спешили, ехали, ехали издалека. Никогда еще не было так трудно зодчему щусеву. Ему поручили создать усыпальницу вождя. Ведь не было, да и не могло быть образца. Мир еще не знал человека более великого и простого. Скромность и доступность. Простой куб, символ вечности. Усыпальница должна быть такой, чтобы и смерть не отделила Ленина от народа. Прощание. Прощание. В эти тяжкие для народа дни более 240 тысяч людей решили связать свою жизнь с партией. Ленинский призыв. Советские ученые нашли небывалый способ бальзамирования. И тогда зодчий создал новый, но по-прежнему простой и величаво скромный мавзолей. И снова людям открылись просветляющие минуты встречи с Ильичем. Ленин должен остаться с народом навеки. На месте деревянного мавзолея возникает гранитный. Он также величав и прост, как великий и просты ленинские идеи, обладевшие миллионами людей. Это место священно. КОНЕЦ Всему миру, через горы и долины, через леса и моря, видна Красная площадь, виден мавзолей. Здесь Ленин. Здесь говорят только сердца. КОНЕЦ КОНЕЦ Как много вмещают эти минуты. Площадь, на которой стоит мавзолей, уже давно стала гигантской страницей летописи самых знаменательных событий в истории советского государства. КОНЕЦ Поколение за поколением. Ленин и народ неразделимы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ